Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про такую популярную проблему, как артроз. По мировой статистике, каждый второй человек в зоне риска, а каждый десятый уже страдает этим заболеванием. Я также оказался в 10% этих людей. У меня своя история борьбы и, конечно же, свои победы. Поехали! Сначала немного теории. Артроз – это заболевание, характеризующееся постепенным разрушением сустава вследствие развития дистрофических изменений в тканях. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы, так как на них приходится самая большая нагрузка. Отсюда делается вывод, что главным фактором развития артроза является несоответствие между испытываемой нагрузкой и способностью сустава эту нагрузку выдерживать. Вот так выглядит мой сустав. Видно, что в хрящевой ткани есть разрушение. Что это значит для меня сейчас? Я не могу развернуть ногу наружу, на левую. Я не могу сесть на шпагат. Это максимум. Я не могу сидеть в позе лотоса. То есть никакие йоговские прогрессии для меня не существует пока что. Когда я еду на роликах, я не могу развернуть ноги наружу. И это ограничивает меня слалами. Я не могу прогрессировать в двух самых главных упражнениях для развития физической силы. Это приседания со штангой и становая тяга. Что, соответственно, закрывает мне двери в большой спорт. Но об этом чуть-чуть позже. Я не знаю, что точно послужило разрушению хрящевой ткани в моем тазобедренном суставе. Сколько себя помню, я с самого детства чувствовал, что левая нога имеет немного меньшую амплитуду движения. Мы много играли в детстве, постоянно падали в хоккей, в футболе, но ничего не ломал. Возможно, была какая-то травма небольшая, которая может быть во самом маленьком возрасте, которую я не помню. Получилось какое-то небольшое разрушение, и потом оно просто развивалось. В 12 лет у меня происходит первое воспаление. Это артрит. Как раз в этом суставе. Я помню, что подвижность очень сильно ограничилась. Я пролежал месяц в больнице, и с того момента началась моя история с артритами. Каждые полгода у меня воспалялись какие-нибудь суставы, новые и новые. Когда воспаление уходило, все суставы были в порядке. Я мог вести активный образ жизни, но тазобедренный сустав вот этот именно не восстанавливался на 100%. Подвижность в нем постепенно ухудшалась, и где-то в 23 года мне приходит такое осознание, что я не могу бежать со всех сил. Мышцы могут бежать, есть сила, но сустав не дает этого сделать. И при попытке тренироваться усиленнее, ограниченность становилась еще большей. Я уже тогда не мог прогрессировать в приседаниях со штангой. А это на минуточку самое главное упражнение для развития мышц ног. От приседания очень сильно зависит развитие всех остальных мышц. Потому что это главное движение запускает в работу, в которую очень много мышц, и создает тот самый необходимый стресс, который дает сигнал на выработку гормонов, запуск всех вот этих необходимых процессов для прогрессии, для развития мышечной массы. А когда ты не можешь приседать, ты очень сильно ограничен в физическом развитии. Это ставит крест на профессиональной, какой-то спортивной карьере. Но как же так получилось, что я смог начать бегать каждый день, ставить новые рекорды, играть в баскетбол, кататься на роликах и даже пробежать марафон? Для этого вернемся к суставу. И посмотрим, что же в нем происходит, когда разрушается хрящевая ткань. Как мне объясняли больницы, когда разрушается хрящевая ткань, организм начинает понимать, что чем больше будет трения, чем больше будет амплитуда движения, тем быстрее хрящ будет разрушаться. Это логично, да? Чем больше мы будем что-то двигать, это как проволока, да? То есть тем быстрее она сломается. Чтобы это предотвратить, организм включает защитную функцию и начинает создавать остеофиты. Это те самые страшные наросты, задача которых ограничить амплитуду движения сустава и защитить его от быстрого разрушения. То есть эти шипы начинают ограничивать сустав в движении. Но если мы не хотим ограничиваться и хотим полноценное движение, начинаем усиленно разрабатывать сустав, остеофиты начинают травмировать своими шипами, прилегающие к суставу ткани. Мы чувствуем боль, травмированные ткани, естественно, начинают воспаляться, появляется отечность и подвижность становится еще более болезненной, еще более ограниченной. Так происходило и со мной. Это постоянные качели. Ты чувствуешь себя более-менее хорошо, начинаешь тренироваться, поначалу чувствуешь себя лучше, но через несколько тренировок, спрогрессированных таких, отечность нарастает и тебя отбрасывает назад еще дальше с того места, с которого ты начинал. Так происходило с 20 до 28 лет. Я постоянно находился в этих качелях. Но в 28 лет, когда параллельно меня периодически душил артрит, каким-то чудом я нахожу информацию о том, как мы должны питаться и что от того, что мы едим, напрямую зависит наше состояние. Состояние тогда было, можно сказать, предсмертное. Терять было нечего. И я принимаю решение сломать свои убеждения по поводу питания и полностью исключая продукты животного происхождения. Составляю в себе рационы и только из натуральных продуктов. Это была новая отправная точка. Как я уже рассказывал, артрит ушел из моей жизни через 3 месяца. Но что же стало с моим стазобедренным суставом? Кряч, конечно же, не восстановился и остеофиты остались. Но после того, как я изменил свой рацион, я сразу же заметил, что отечность стала меньше. Потому что тот рацион, которым я питался раньше, состоял из большого количества белков, большого количества обработанных продуктов, сахара, трансжиров. Мы с самого детства травили себя этой рамой с белым хлебом, жареной картошечкой, с котлеткой, запивали кефирчиком. Следом обязательно какой-нибудь вафелька с кофейком. Весь этот рацион, он являлся просто бензином для любого воспалительного процесса. И как только я исключил весь этот мусор, все воспалительные процессы, которые были в моем теле, начали постепенно затухать. И как следствие, подвижность в суставе становилась все лучше и лучше. Да, по-прежнему, остеофиты, как раньше, могут травмировать мягкие ткани при чрезмерной нагрузке. Но это уже не тот пожар, как раньше. Отечность, если и появляется, то совсем ненадолго. Я могу найти те границы, в которых я могу поддерживать активный образ жизни и заниматься всеми своими любимыми вещами. И вот в этих вот границах оказались и стритбол, целый день, 5 часов могу играть, 20 партий спокойно, с молодыми пацанами по 20 лет, без проблем вообще. То есть заезды на роликах, там целый день могу кататься, вообще реально, там часов 6-7-8 могу кататься на роликах и не чувствовать никаких проблем. Ежедневные пробежки у меня были. Даже марафон. Марафон я пробежал, я не чувствовал никаких проблем в суставе, когда он бежал, были там боли в икрах, в ступнях, где-то начиналось что-то уставать, тазобедренный, я бы удивился, что вообще никаких проблем. Что я хочу сказать этим? На сегодняшний день мой сустав имеет довольно значительные разрушения. Ортопед сказал, что это можно спокойно отнести в 4 стадии коксартроза. Но на минуточку, как известно, даже со 2 стадией у людей очень сильно снижается качество жизни. Ни о каких пробежках как и речи может не может быть, человеку просто становится тяжело вставать с кровати. Люди пьют обезболивающе, чтобы просто вот ходить. А я в удовольствие могу поехать на роликах 30 километров с бешеными скоростями, виражами, прыжками и не чувствовать никаких последствий. Артроз – это не приговор. Можно значительно улучшить свое состояние за счет изменения образа жизни. Многие здоровые люди не могут себе позволить того, что я сейчас себе могу позволить. Просто они своим образом жизни так свое состояние загнают. Над этим нужно работать ежедневно. Правильное питание, правильная гимнастика и правильные физические упражнения могут вернуть вас в границы комфортной активной жизни. Обязательно посмотрите мою историю из серии вот этих роликов о восстановлении здоровья. Это касается не только проблем с суставами, а здоровья в целом. Ну а моя история продолжается. Я хочу посетить ортопеда спустя 6 лет. Посмотрим, что он мне скажет. Я постараюсь записать с ним интересное интервью на тему суставов. Я думаю, будет интересная беседа. Чтобы не пропустить ее, подпишитесь на канал, поставьте уведомления. И помните, что здоровое тело способно приносить в тысячу раз больше удовольствия, чем еда, алкоголь, сигареты и прочая ерунда. Становитесь здоровыми. До новых встреч.